Всем привет, ребят, с вами Уник, и по своим странным картиночкам на своих мониторах, то, что тут происходит, вот эти вот штучки меняются, вы видите то, что я нахожусь на сервере ПТС. Любой желающий может сюда попасть, там, от определенного ранга, конечно же, но, тем не менее, любой желающий. Сразу видим то, что на ПТС у нас добавили две новые пушкенцы и какие-то достижения зодиака. Добавлены новые достижения, связанные со знаками зодиака, а также соответствующие значки, жетоны и нашивки. Ага, какие-то знаки зодиака, я, правда, до сих пор не понял, что это, но давайте сейчас постепенно перейдем в магазин. Новости на сайте еще нету, поэтому будем разбираться, собственно... А, собственно, ручные, я хотел сказать, это что, блядь, они достижения в кредиты пихнули? Кек, 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 ну ладно, дожили достижения в кредитах, хотя это, по сути, и раньше было, там, с кредитных пушек специально добивать те же флаги, но это, конечно, уже что-то странно немножечко, хотя один, 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 один жетон, что это, как это, одно достижение можно будет покупать себе, ну, потому что вряд ли вы имеете несколько знаков зодиака одновременно, ну, я думаю, таких людей не бывает. Вот, я, в принципе, себе его купить, но, как бы, смысла особого пока что не вижу. А дальше, ЦС, 75 авто, урон 55, дальность, т-т-т-т-т, темп, давайте я куплю, кредитов, благо, у меня хватает, так, ПП-шка новенькая, я ее тоже сейчас приобрету. Пускай на 30 дней, господи, чего уж не читать. Ну и новые нано-костюмы Крайзис, ух ты, нихера они выглядят, так, графонии, сейчас проверю графику, все ли на максимуске, да, все на максималочках стоит у меня. Так, нет, выберись, выберись. Вот как они выглядят, пацаны. Ну, в принципе, выглядят красиво, выглядят красиво, не знаю, сколько будут стоить, но я думаю, по порядку, может быть, тысячи кредитов, может быть, кредитов 900. Сомневаюсь, что дороже, а может быть, и в коробке их пихнут, кто знает, вот, серьезно, кто знает, но выглядят они, по крайней мере, тут прикольно. Давайте я куплю костюм штурмовика, потому что, ну, я штурмовик, как-никак, и посмотрим, как у него руки выглядят. Вот это вот мне очень интересно, нет, мне не нужен инженер, мне нужен, мне нужен вот этот вот, руки. Ну, что-то как-то, как-то текстурка какая-то мыленькая, мне кажется, немножечко. Ну, в принципе, нормально, я не знаю, прикольно, так, а ноги, ну да, Крайзиса, ноги из Крайзиса. Зеркала тут нету, по-моему, да, нигде. Обидно, конечно, обидно. Но, в принципе, в принципе, неплохо. Так, по поводу пистолетика, так, давайте сейчас сразу посмотрим, как у нас стреляет ппшка и пистолет. Да, ппшку вешается, всё. Так, и отдать. Ух, да, она как-то выглядит странно. Так. Ух, да, чё-то, 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 сколько у меня в обои, я даже не пустил. А, 45 патронов, ни хера себе, я даже внимания не обратил, чё-то думал, чё-то так оно. Это я без контроля, ребят, то есть. Но я думаю, продолжать не стоит, это полнейшая точка. Не знаю, как у неё будет с другими характеристиками касательно урона, то есть будет... Вот, касательно урона, будет ли его хватать и дальности, там уже в игре посмотрим. Но, тем не менее, скорострел и боезапас довольно-таки большой у данной винтовочки, пистолета-пулемёта, так будет правильно сказать. Ну и по поводу пистолета, то есть ЦЗ-шечка, СКС-шки, я думаю, многие его именно оттуда знают лично. Я ЦЗ-шку знаю из КС-шки. 26 патронов, ну и давайте посмотрим, как он стреляет, без прицела сначала. Ну да, пистолет чисто для добивания, потому что, мне кажется, то, что... А с чего у него по урону? 55 урона, это... Ну, это крайне мало, 55, чего 50... У Глока сколько? А у Глока 50 даже. Тогда, тогда возможно, не только для добивания. Так, а по поводу в прицеле... Ну да, его чуть-чуть потрясывает, надаль с ним стрелять вообще не кайф. Никакого кайфа вы не будете, так же, как и с Глоком. То есть, зажимной пистолетик, как мне сказали, будет еще золотая версия, где картиночку видите сейчас на экране, и то, что он будет в коробках вместо Сигсаура. Но, честно говоря, не уверен, что я с такими характеристиками... Ну нет, я его крутить-то буду, но использовать не уверен, потому что Сигсаура все-таки лучше, мне кажется. Ну, не знаю, пистолетик вроде бы так прикольненький, но то, что с ним будут часто бегать, я в этом, конечно же, сомневаюсь. Ну и, в принципе, по магазину тут, собственно, все. Давайте я сейчас зайду в достижения, посмотрим, что там у нас добавили в самом низу. Так, в самом низу у нас что-то ничего нету, да? Где у нас эти зодиаки-то или кто они? Сказали же, что будут. Или их... А, их... А, золотой, да, вот золотой пистолет будет 100%. Ну, нашивочка, как бы, все дела. Что это у нас? Стрела какая-то в цветках или что это? Я так и не понял. Ну, так, по этим, по жетончикам у нас, похоже, нового тоже ничего не будет. Ну, соответственно, кроме... Нет, она в этих... В значках, кроме пистолета. Так, так, нет, вниз-вниз. Чего она вниз-то не опускается? Вот. И тут, так, это Стечкин. А, это из АПС 10 тысяч убить. Та-та-та-та-та. Где-то тут пистолет должен быть сейчас, наверное, Е. Должен же быть пистолетик. Алло. Где ЦЗ-шка? Вот она. А, нет, это Беретта. Это не ЦЗ-шка. А где ЦЗ-шка? ЦЗ-шка? ЦЗ-шка. Вот она, ЦЗ-шка. А, да. И обычная Е25 тысяч. В общем, да, ребят. Под достижением, похоже, их нужно пореобретать. Но давайте я куплю. Это жетон, да? Давайте купим жетон. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, знак Зодиака. Ну, я свой, конечно, уже купил. Потому что зачем мне тот же Водолей, допустим, будет? Кстати, напишите в комментариях, ребят, кто какого знака Зодиака. Вот я лично Овен, ну, я его, собственно, и купил. Так, достижение. Ну, нет, выглядит как-то не очень. Ну, прикольно, бросается в глаза. Но все же, мне моя конфигурация нравилась больше. Где она, единичка-то? Ну, в принципе, так. Тоже неплохо смотрится слушать. Вот с этим круглюшком круглюшочек. Да, ничего, такое единичка на фоне. Неплохо. В общем, сейчас я посмотрю еще, подожду выхода новостей. Глянем, какие изменения у нас есть. Потому что, ну, чисто так, все перетестивать. Я, конечно, не хочу сейчас подожду. Новостей от админов на сайте в группе. И тогда уже вместе посмотрим, что изменили конкретно. Также, ребят, касательно изменений изменилось и стандартное мундирование каждого из классов. Давайте я сейчас на примере инженера, да и вообще на примере всех классов сейчас покажу, как же выглядит стандартный боец. Я даже стандартный шлем сразу не нашел. Вот как это все изменили жестко. Где стандартный броник, как он? Вот он. Так, перчатки стандартные. И вот они. И стандартные ботиночки. Вот они. Вот как выглядит инженер полностью в стандарте. Ну, согласитесь, это реально красиво. Как мне кажется, красивее, чем было раньше. Вот. Да и давайте так же сейчас проделаем другими классами. Вот, в общем-то, так как выглядит классный класс в стандартном снаряжении. Я ботинки с перчатками не стал менять, потому что они, в принципе, везде одинаковые. Так выглядит штурмовик. Так вот выглядит медик. У меня такой мужик суровый, прям капец. Инженерчик. И снайперок. В принципе, вот так вот они выглядят. Это, ну, довольно-таки красиво, как мне кажется, красивее, чем было до этого. Потому что, ну, раньше стандартное снаряжение вообще, как по... Ну, за человека как будто не считали новичков. И вот делали у них подобное. В принципе, мне реально нравится. Вот, кому как, но вот мне нравится. Так вот они выглядят, допустим, в расцветке Blackwood. Вот. Blackwood. А, Blackwood еще с тридциком меняется чуть-чуть эту... Чуть поезд пропадает. Наплечники появляются, да? Так, что-то... Ну, и, в принципе, и цвет, конечно же. Ну, вот, в принципе, так, еще что по мелочи. Сейчас я, может быть, еще поищу, полазью, может быть, что-нибудь еще и дэ. И найду. Короче, поступила ко мне инфа, что изменили Крис. Я, честно сказать, после его фикса в лучшую сторону с ним так и не играл. Ну, а так что те, кто брал Крис в руки после его улучшения, скажите мне, правда ли его изменили? Или это все неправда? Вот, смотрите на его отдачу сейчас. Ну, как бы, не знаю, по-моему, она чересчур сильная для Криса, это жесть. Ой, так она еще и рандомная, господи боже мой. Но, не знаю, отдача похлеще, чем у Калашика, мне кажется, будет. Так что, не знаю, вот характеристики его на экране. Скажите мне, вы изменяли или нет? Потому что, если я, мне кажется, выйду с ПТС, то потом будет тысячная очередь, и я сюда фиг попаду. Так что, все, как говорится, зависит от вас. И, также, касательно достижений. О достижении и значков. То есть, в киллбаре, когда в игре справа появляется, там, кто кого убил, изменили значки. В принципе, измененные значки вы видите на экране. Ну, и по поводу достижений. Также ко мне поступила инфа, что будут достижения, типа, ютуберам, там, за 20 тысяч подписчиков. А кнопка серебряная за... Потом, нет, бронзовая кнопка, вроде бы, за 100 тысяч серебряная. И за 250 тысяч подписчиков золотая. Но это исключительно для ютуберов, мне кажется. Обычному смертному ее трудно будет получить. Но если, конечно, не накрутить себе фейковых подписчиков на канал, то тогда да. Ну, а так, в принципе, не знаю, когда она появится в этой обнове или нет. Но тут ее нету. И по поводу скинов, ребят. Такая фишка, я заметил, очень странную особенность. Возможно, это никак не влияет. Но данные скины почему-то продаются в разделе внешность. Вот, что я хотел бы вам сказать. То есть, они не продаются в коробках. То есть, если бы скины эти были за кредиты, за коробки, то они, скорее всего, были бы в наборах. Я так понимаю. Ну, или вообще бы их не было. Но внешность почему-то есть. Или они просто на ПТС сюда их запихнули. Или они и вправду не будут в коробках. То есть, или будут в коробках. Я не знаю, где будут тут эти скины. Но, тем не менее, пока что они продаются во внешности. И это меня очень сильно сбивает. В общем, ребят, вот таким вот у нас получился ПТС. Небольшие обновления. Две новые пушки. Одна за варбаксы, другая в коробках. Новые скины. Непонятно за что. А новые достижения. В общем, всё по стандарту. Правда, сейчас в этой обнове обошлось без новой карты. Я не знаю, к лучшему это или кучшему. Потому что обычно новые карты всё равно никто не играет. И разработчики, можно сказать, зря тратят на них время. Ну, потому что карты играются первые 2-3 дня. А потом на них все забивают. В общем, вот такое вот обнова. Подписывайтесь на канал. Потому что в ближайшее время, сегодня-завтра, будут выходить также ролики про ПТС. Отдельный ролик про пистолет. Отдельный ролик про ППшку. Может быть, что-то ещё интересненькое мне удастся тут узнать. В общем, будет забавно. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну, а с вами был Лоник. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok